Добрый день, меня зовут Шейна Ксения Игревна, я преподаватель кафедры фундаментальной математики Нижегородского кампуса высшей школы экономики и стажер-исследователь Международной лаборатории динамических систем и приложений. В этом уроке мы с вами поговорим про 12 задание из профильного ЕГЭ, про задание, связанное с нахождением наибольшего и наименьшего значимого функции. Я постараюсь дать вам очень четкий и лаконичный алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значения функции, ну и показать, как этот алгоритм применяется к разным типам заданий, входящих в прототипы, публикованных на сайте FIPI-вариантов. Давайте приступим и разберемся с алгоритмом работы на конкретном примере. Для начала я выбрала достаточно простую задачу, в ней функция у нас представляет из себя обычный многочлен третьей степени, и вот какие шаги мы должны предпринять для нахождения наибольшего или наименьшего значения данной функции. Первый шаг, то, с чего мы начинаем, это нахождение производной, да, это главный инструмент для анализа поведения функции. О том, как именно мы ее анализируем, я буду говорить в процессе, но давайте по порядку. Итак, Y' – производная, которую мы берем от данного выражения. Будет у нас, напоминаю, да, что от X'а в степени N производная считается следующим образом. N выносится вперед, X становится в степени на 1 меньше. От абсолютно любого числа, да, от любой константы, ну, например, от числа 100, от числа P, от числа E, от числа 3,7, какое бы число вы ни взяли, производная всегда будет равняться нулю. Ну, могу в общем виде это записать. С – это произвольная константа, производная от нее – ноль. Пожалуйста, эти два правила дифференцирования помните, всегда держите в уме, они вам обязательно пригодятся. Итак, начинаем брать производную. Твоечку выносим вперед, X остается в степени на 1 меньше во второй. Выносим вперед двойку, X становится в степени на 1 меньше в первой. От 40, да, у X'а первую степень выносим вперед, то есть 40 как бы умножается на 1, но при этом X становится в нулевой степени, мы его не пишем, и любое число в нулевой степени равняется 1. Иногда это даже показывают как отдельное правило, то есть если некая константа, число какое-то фиксированное умножается на X, то производная данного выражения есть просто та же самая константа С, то есть то же самое число. Таким образом, производная от 5X будет просто-напросто 5. Ну и как я уже говорила, производная от любого числа, в том числе от числа 3, это 0, поэтому дальше я уже ничего не пишу. Второй шаг – это найденную нами производную мы должны приравнять к нулю, чтобы найти промежутки знака постоянства, то есть промежутки поведения нашей функции. Сейчас я о них скажу поподробнее, но давайте сначала к нулю выражение приравняем и найдем корни этого квадратного уравнения. Так как уравнение у меня с коэффициентом А, со старшим коэффициентом, отличным от единицы, то решать я его буду через дискриминант. Дискриминант получается 4 минус 4 на 3 на минус 40. Если мы это подсчитаем, получится 484, то есть 22 в квадрате. Совершенно замечательные дискриминанты, с которыми хорошо извлекается корень. И находим мы с вами, по сути, это у нас уже третий шаг. Мы приравняли производную к нулю, и, соответственно, теперь мы решаем полученное нами уравнение. Находим корни. Значит, какие у нас получаются корни? Первый корень – это будет 2 плюс 22, деленное на 6. Значит, 24 шестых или 4. И второй корень у нас будет 2 минус 22, деленное на 6, будет минус 26 или минус 10 в третьем. Таким образом, нами найдено две точки, в которых производная равняется нулю. Следующим, четвертым шагом в решении, в применении нашего алгоритма, мы должны с вами эти точки расположить на оси х. В правильном, естественно, порядочке у нас будет минус 10 в третьем в начале и число 4 потом. Получаем три промежуточка знака постоянства. На них мы сейчас должны будем расставить знаки. Это уже будет у нас с вами пятый этап. Определить знаки на полученных нами промежутках знака постоянства. Обращаю особое ваше внимание на то, что знаки мы определяем не для функции. Мы пока работаем с вами с производной. Вот мы производную приравняли к нулю. Для нее нашли нули выражения, когда она нулю уравняется. И, соответственно, по уравнению для производной находим промежутки знака постоянства. Давайте возьмем любое число с любого промежутка. Например, мне нравится точка 0. В нуле у меня будет выражение принимать вот это выражение для производной. Оно будет принимать отрицательное значение. И далее знаки будут чередоваться, потому что каждый корень уравнения у нас с вами встречается только один раз. Если вам нравится анализировать просто, что это параболы, ветвями направленные вверх, вы прекрасно понимаете, что по бокам будет плюс, посередину и минус, конечно, так можно. Это даже не обсуждается. Тогда следующий этап, после того, как мы определили с вами знаки, следующий этап состоит в том, что мы должны восстановить по значениям производной поведения функции. Вот посмотрите, у нас с вами график построен для выражения, вот это нарисовано, числовая ось для производной нашей функции. Мы видим, что на промежутке до минус 10 третьих функция у нас, производная положительная. Значит, на этом промежутке наша функция с вами является возрастающей. Мы помним, что если производная больше нуля, то функция у нас с вами обязательно возрастает. Если производная у нас с вами меньше нуля, то функция является убывающей. И, наконец, если производная у нас равняется нулю, то у функции в этом случае критическая точка. Это не обязательно точка экстремума. Здесь надо еще обязательно, чтобы знак у производной менялся с одного на другой при переходе через данную точку. Но это уже подозрительная точка для того, чтобы быть точкой экстремума. Либо это будет просто стационарная точка, в которой у вас функция возрастала и продолжает возрастать, или убывала и продолжает убывать. То есть в ней просто производная равняется нулю, но поведение не меняется. Либо же это будет действительно точка перегиба. Так вот у нас в данном случае с вами обе точки, в которых производная равняется нулю, посмотрите, они получились точками перегиба. А вот эти стрелочки, они по сути нам с вами график показывают, как ведет себя функция. То есть сначала она возрастала, достигла вот здесь своего самого большого значения, потом стала убывать, достигла самого маленького значения локально и, наконец, снова продолжила свой процесс вот этого возрастания. Процесс возрастания. Таким образом мы можем с вами сделать вывод, что точка минус 10 третьих – это точка максимума, потому что в ней у нас производная равняется нулю и происходит смена поведения с возрастания на убывание. А точка 4 – это точка минимума, в которой производная равняется, во-первых, нулю, а во-вторых, происходит смена поведения с убывания на возрастание. То есть мы ямочку видим. Ну вот если смотреть чисто на график графический, то сейчас мы наглядно с вами составили модель поведения функции. Вернусь ненадолго к нашему заданию. Что от нас просили? Нас просили найти наименьшее значение. На самом деле вот в этом задании, о котором мы сейчас говорим, есть две формулировки. Либо просят найти точку максимума и минимума. Ну, например, могли бы попросить найти точку минимума. Тогда мы бы на этом моменте с вами остановились и сказали, что точка минимума – это 4. И в ответ бы написали 4. Но нас с вами просят не саму точку, не x-овую координату точки перегиба, точки минимума найти, а значение наименьшее. Наименьшее значение – оно понятие такое локальное на самом деле в большинстве случаев именно в этом задании. То есть оно может быть не наименьшим значением для всей вашей функции. Ведь вот эта функция, на которой мы говорим, x коби минус x квадрат и минус 40x плюс 3, она определена у нас с вами при всех иксах. От минус бесконечности до плюс бесконечности. Любые иксы, хотите минус 100, хотите плюс миллион, вы можете в эту функцию подставить. И тогда получается, что ваша функция, при очень маленьких иксах, она вот так вот откуда-то из очень издалека, с самого-самого низа, начинается от минус бесконечности. А здесь она уходит куда-то очень-очень далеко вверх. То есть она вот такая вот бесконечно определенная функция. Бесконечно маленькие значения, отрицательные принимает, и бесконечно далеко большие положительные значения принимает. Но нам с вами очень важно понять ее наибольшее или наименьшее значение ни глобально, ни вообще. Вообще они могут не существовать. Плюс бесконечности, минус бесконечности – это не конкретное значение. А нам надо понять значение на отрезке. Вот здесь самое время вспомнить, что наше с вами значение ищется на промежутке от 0 до 4. Выделяем этот отрезочек. Вот у нас где-то здесь 0, вот 4. Понимаем, что на этом отрезке наша с вами функция является убывающей. И значит свое наименьшее значение она достигает в конце этого отрезка, который как раз и совпадает с точкой минимума. То есть логично, что если точка минимума на отрезок попадает, то наименьшее значение, самое маленькое, будет достигаться именно в этой точке. Поэтому мы сейчас говорим, что наименьшее значение функции – это значение в точке минимума. Ну вот в данном случае у нас на отрезке от 0 до 4 будет. В точке минимума, то есть значение в точке 4. И вот теперь мы делаем последний финальный шажочек в решении этой задачи. Мы данную точку минимума с вами находим. Для этого мы в нашу функцию, уже в исходную, на данном этапе я советую ребятам забыть вообще про все, вернуться просто к заданию, которое в тесте написано, взять оттуда функцию. Вот она. Мы в нее точку минимума, то есть ту точку, в которой наименьшее значение достигается, и должны подставить. Составляю, получаю 4 в третьей, минус 4 во второй, минус 40 на 4 и плюс 3. Будет у нас с вами 64 минус 16, минус 160 и плюс 3. 64 минус 16, это минус 48, плюс 48, извиняюсь, минус 160 и плюс 3. 48 до 3 это будет 51, и если из них 160 вычитать, мы получим минус 109. Вот, пожалуйста, этот результат будет при такой формулировке задания. Таким образом, наш с вами алгоритм нахождения вот этого наибольшего или наименьшего значения, неважно про какое конкретно мы говорим, можно выделить в данном алгоритме следующий этап. Первый этап. Мы дифференцируем функцию, которую исследуем, находим от нее производную. Второй этап. Приравниваем эту производную к нулю и ищем решение уравнения. Мы с вами столкнемся, сегодня я постараюсь показать, что бывает не всегда у данного уравнения мы можем найти решение. Бывают такие функции, у которых решения на самом деле нет уравнения. Тогда нам нужно просто понять поведение функции на исследуемом нами промежутке. То есть возрастающая она или убывающая, и проанализировать ее поведение на этом промежутке. Ну, если корни есть, то мы эти корни с вами находим, наносим их на числовую ось. Какие-то у нас решения. Их может быть одно, одна точка, две точки, несколько точек, может быть и три. Вот, то есть никто здесь пока не может сказать конкретно, да. Затем мы с вами определяем знаки, то есть расставляем знаки, да, промежутки знака постоянства. Находим промежутки знака постоянства. Далее мы анализируем поведение функции, то есть наши стрелочки расставляем. Если производная у нас с вами положительная, значит функция будет возрастающей. Если производная отрицательная, то функция будет улыбающей. Ну и, наконец, мы определяем точки минимума, точку максимума, да, если они есть у нас с вами, конечно же, при наличии. И, наконец, находим наибольшее, наименьшее значение. Наибольшее значение, как правило, значение в точке максимума, наименьшее значение в точке минимума. Но, опять же, если они есть, если нету, то это значение на концах отрезка. Об этом мы в дальнейшем с вами сейчас поговорим. Об этом мы сейчас поговорим. Давайте посмотрим еще на задание, да, чтобы этот алгоритм у нас закрепился. И на других примерах его еще неоднократно рассмотрим и разберем. Еще неоднократно рассмотрим. Значит, следующий пример, который я вам предлагаю, вот такое выражение. Здесь нас просят, опять же, найти наименьшее значение функции, но это в чистом виде совпадения. Опять на отрезке от 8 до 11. Давайте мы приступим к выполнению этого задания строго по нашему алгоритму, начиная с нахождения производной. Но перед тем, как мы будем считать производную, чтобы всем было все понятно, я сделаю некие вводные замечания. Во-первых, я уже говорила, как считать производную от х в какой-то степени. Напоминаю, что производную от е в степени х берется у нас с вами очень легко. Производная от числа е в степени х вообще ничего не делает, оставляет его таким, как есть. Если вдруг у нас е было в какой-то более интересной степени, ну, например, в степени 5х-2, то производная от такого выражения в точности такое же е в степени 5х-2, но уже функция сложная, потому что в степени у вас не просто х, который сам по себе простой и хороший, и производная от х это 1, а в степени у вас 5х-2. Поэтому, когда вы берете производную от сложной функции, вы вот от е взяли производную, переписали ее, и еще должны домножить на производную от ее степени, от 5х-2. В данном случае эта производная будет у нас пятерочкой. Будет у вас е в степени, например, х квадрат минус 2х, вы напишите, что это е в той же самой степени, х квадрат минус 2х, и домножите на производную от степени на 2х минус 2. То есть все зависит от того, что у вас у е в степени находится. Это что касается нахождения производной от показательной функции, от е в степени х. Если кого-то число е смущает, я вам скажу, что это такое же фиксированное число, как π, которое получается определенным образом, мы сейчас не будем отдаваться в подробности, но оно у нас не имеет точного значения, и приблизительно равняется 2,7 и так далее. То есть много-много заданков после запицы, такое же неконкретное число, как и π, то есть то значение, которое он точно подставить не может. Но очень удобное и популярное в математике, физике, технике, его часто используют. Так вот, значит, про е поговорили. Теперь здесь посмотрите. Мы будем брать производную от произведения двух функций. Вот первая скобочка, это будет одна функция, функция f от x. А е, которая на эту скобку умножается, это вторая функция, g от x. Как берется производная от произведения двух функций? Если функции f и g перемножаются друг на друга, то мы должны взять сначала производную от одной функции и умножить на другую, как есть, плюс первую функцию переписать и умножить на производную от второй. Вот таким образом, да, стандартно мы считаем производную от произведения двух функций. Давайте я покажу, как это сделать в нашем конкретном случае. Итак, y' Значит, я сначала распишу прямо честно, что мы должны сделать. Мы должны взять первую скобочку, это наша функция f от x, и найти от нее производную. То, что я должна брать производную, я покажу вот таким штришком. То есть я должна взять производную от первой функции, умножить на вторую, как есть, плюс первую функцию переписать, от x в квадрате минус 36x плюс 36, переписываю и умножаю на производную от второго выражения, от e в степени x минус 10. Теперь мы с вами начинаем уже дифференцировать. Что у нас получается? Первой скобочке будет и от 3х в квадрате производная будет 6x минус 36, производная от 36x от 36, производная 0, я ничего не пишу, на e в степени x минус 10 умножается. Плюс мы переписываем первую скобочку в этом множителе без изменений, а от e в степени x минус 10 производная в точности такой же e в степени x минус 10, домноженная на производную от x минус 10. Но производная от x минус 10 – это единица, потому что здесь 1х, от 1х производная 1, а от 10 вообще 0, поэтому только на 1. Можно эту единицу даже и не писать, ведь домножение на 1 в сути не меняется. Второй наш шаг, второй этап, мы с вами должны эту производную приравнять к нулю. Я пытаюсь наши основные моменты выделить. Приравниваем производную к нулю. Если мы приравняли к производную к нулю, наша цель теперь такое уравнение решить. Но решать уравнение вот с такими смешанными функциями, где есть и обычные многочлены, и показательная функция e в степени x довольно-таки непросто. Поэтому обращаю ваше внимание на то, что всего у нас здесь с вами два слагаемых, и у каждого слагаемого есть e в степени x минус 10. имеет смысл общий множитель e в степени x минус 10 вынести за скобку. От первого слагаемого у нас тогда остается 6x минус 36, а от второго 3x в квадрате минус 36x плюс 36. Вот, посмотрите, такое у нас получается более простое уравнение. Оно теперь состоит из произведения двух множителей, и мы с вами, как люди опытные, должны знать, что произведение чисел равно нулю или выражение каких-то, если хотя бы одно из них равно нулю. Но любое число, будь то 2 в степени x, 5 в степени x, 7 в степени x или e в степени x, мы должны понимать, что это показательное выражение, показательная функция. Она никогда не может равняться нулю. Эти выражения, они понимают, значение всегда больше нуля. Вспомните хотя бы график показательной функции. Если мне кто-то не верит, я обычно предлагаю вам попробовать возвести двойку, пятерку или семерку в разные степени. Возведете в какую-нибудь положительную степень, будет 4. Возведете в нулевую степень, будет единица. Возведете в минус вторую степень, получится 1 четвертая. В какую степень не возводим, всегда будете иметь положительное число. Также и e в степени, это, конечно, будет не такое красивое значение, как для двоечки, но это выражение, оно всегда больше нуля. Но нулю равняться никогда у нас с вами не может. Поэтому мы будем приравнивать к нулю только вторую скобку. Упрощаю ее, сократив 36 с плюсом и с минусом, и получаю 3х в квадрате. А 6х минус 36 будет минус 30х. И вот это вот у нас с вами выражение равняется нулю. Здесь вот у нас уже нам нужно это дорешать. Вынести, для того, чтобы дорешать, вынести за скобку общий множитель. Выносим х. В скобочке останется 3х минус 30. Вот так. Значит, либо х равен нулю, как я уже говорила, что чтобы произведение равнялось нулю, хотя бы один из множителей должен равняться нулю. Либо х равен нулю, либо 3х минус 30 должно равняться нулю. То есть возможны два корня. 0 или 10. Я 30 перенесла в другую сторону, с противоположным знаком поделила на 3. Получается у нас с вами две возможные точки. Точка 0 и точка 10. Это мы уже до четвертого этапа дошли. Нарисовали на числовой осей, на числовой прямой наши точки. Промежутки знака постоянства у нас получаются до нуля. От нуля до 10 и больше 10. Это оси ксов. Мы расставляем знаки для нашей производной, для y в штрих. И именно по производной мы эти знаки должны определить. Вот у нас производная приравнивалась к нулю. Обращаю внимание, по этому выражению я знак буду определять. Возьму любое число с любого промежутка. Например, мне нравится число 1. В первом выражении первый множитель е в любой степени, оно всегда больше нуля. То здесь всегда будет плюс. А если я во вторую скобочку подставлю, здесь у меня будет 6 плюс 3 и минус 36. Но очевидно, это отрицательное значение. Значит, произведение положительного на отрицательное даст там с вами минус. Тогда по бокам будут плюсы, потому что у нас две разные точки. Значит, у нас будет чередование знаков, нет украдных корней. И таким образом мы получаем, что до нуля функция у нас является возрастающей. У нее производная положительная, значит, функция возрастает. Далее производная отрицательная функция убывает до десяточки и снова возрастает. Вот, пожалуйста, мы проанализировали с вами производную и нарисовали эскиз того, как ведет себя функция. Можно теперь сказать, что ноль – это точка максимума. В ней производная ноль и знаки меняются с плюса на минус, с возрастания на убывание. Вершинка такая получилась. Ямочка в точке 10 – это точка минимума. И наша с вами цель последней шажочки делать – это на отрезке от 8 до 11 найти наименьшее значение. Наношу сюда отрезочек от 8 до 11 условно. Вижу, что на этот отрезок попадает точка минимума. Логично, что наименьшее значение будет достигаться в точке минимума, раз она на наш отрезок попадает. Ну и, наконец, считаем наименьшее значение. Это значение в точке 10. Но помним, что подставлять нужно в исходную функцию. Вот у меня здесь, к сожалению, она не сохранилась. Давайте я ненадолго к ней вернусь. Я вам всегда и советую возвращаться прямо к тому исходному заданию, которое у нас с вами было в тесте. И подставляем в нашу функцию число 10. Получается 3 на 10 в квадрате минус 36 на 10 плюс 36 и умножается на е в степени 10 минус 10. Аккуратненько досчитываем это значение. Будет у нас 3 на 10, это на 10 в квадрате, это 300, минус 360 плюс 36 и умножить на е в нулевой. Вообще говоря, прекрасно, что е получилось в нулевой степени, потому что любое число в нулевой степени – это единица. А в этой скобке у нас с вами будет минус 24, если я, конечно, не ошиблась. Значит, минус 24 – это и есть наш итоговый ответ в этой задаче. Вот самое наименьшее значение функции, которое нас просили здесь найти. Вот, пожалуйста, мы его отыскали. Давайте поговорим еще про один вариант. То есть я не выделяла здесь совсем уж все этапы. То есть вот я остановилась ненадолго, вернусь назад, остановилась на том, что мы нашли промежутки знака постоянства, затем я определила, где точки минимума и максимума, затем я уже вот шестым пунктом здесь сосчитала наибольшее и наименьшее значение. На самом деле вот эти пункты – это некая условность. Но алгоритм, процесс нахождения наибольшего и наименьшего значения, он должен у вас строго в голове сидеть. Вы должны понимать, что, зачем, какой последовательности вы делаете и для чего вам это нужно. Перед тем, как мы перейдем к заданиям, в которых вообще нету точки минимума или максимума, мы с вами посмотрим еще одно выражение, связанное с логарифмической функцией. Похоже, прекрасно понимаю, что многим ребятам не нравится ЛН. ЛН – это натуральный логарифм. Натуральный логарифм. Мы привыкли к логарифмам по основанию 2, по основанию 5, по основанию 10, по любому основанию, но ЛН, он никак не воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Естественно, что посмотреть в учебник или просто вспомнив, вы можете понимать, что это логарифм по основанию e от числа x. Могу сразу вас как бы успокоить. Вот в этих заданиях, связанных с нахождением наибольшего и наименьшего значения функции, этот натуральный логарифм берется не для того, чтобы вас замучить, а наоборот для того, чтобы вам помочь. Потому что от натурального логарифма гораздо проще, чем от логарифма с любым другим основанием берется производная. Производная от натурального логарифма это просто 1 делить на его аргумент. Будет у вас натуральный логарифм от какого-нибудь x плюс 7, ну ладно, x плюс 7 у меня здесь есть, давайте возьмем от какого-нибудь x минус 3. Производная от него будет такой же единица делить на аргумент, на x минус 3. Единственное, что, возможно, вам придется сделать, это домножить на производные от аргумента. Ну, вот от х-3 производная 1. Поэтому на 1 можно что домножать, что не домножать, ничего не изменится. А если вы будете искать, допустим, производную от логарифма 9х, то это будет 1 делить на 9х, на аргумент нашего логарифма, и еще домножать на производную от 9х, то есть на 9. Девяточки сокращаются, и вы получаете снова 1 деленный на х. Вот, то есть этот натуральный логарифм взят только для того, чтобы вам было легко и просто считать производную. Потому что от любого другого логарифма, ну, например, от логарифма по основанию 2 от числа х, ваше производное это будет не просто 1 делить на х, но на х еще домноженный на натуральный логарифм двоечки. У него еще будет вот такая вот хвостик такой за ним тянуться. И, соответственно, с такими выражениями неудобно будет решать уравнение, неудобно будет находить точки минимума и максимума. Поэтому натуральным логарифмам нужно радоваться. Нужно понимать, что это просто хорошая штука, которая прекрасно считается у вас производной. Так вот, давайте сейчас и приступим к нашему первому этапу, нахождению производной. Понимаем, что 8 – это просто множитель, он никак на производную не влияет, это производную мы берем от натурального логарифма х плюс 7. Производная от натурального логарифма – это единица, деленная на его аргумент и умноженная на производную от этого аргумента. Производная от х плюс 7 – это 1, поэтому можно на нее домножать, можно не домножать, ничего не изменится. От 8х производная будет просто 8, но со знаком минус от тройки 0. Все, мы, по сути, с вами производную нашли. Второе. Приравниваем производную к нулю. То есть 8, деленное на х плюс 7, минус 8, мы приравниваем к нулю. Когда 8, деленное на х плюс 7, я оставлю с одной стороны, я уже продолжаю решать уравнение. 8, деленное на х плюс 7, я оставляю, значит, слева. Восьмерку переношу вправо, запишу ее там по 8 первых. Воспользуюсь пропорцией, 8 равняется 8 на х плюс 7. Ну и, соответственно, сократив обе части уравнения на восьмерочку, получаю, что единица равняется х плюс 7. И, соответственно, х равняется у нас минус 6. То есть я это уравнение дорешала. Можно дорешивать его любым удобным способом, как вам только нравится. Мне нравится с помощью пропорции. Мне кажется, что так быстро, легко и мало шансов запутаться. Но здесь как бы хозяин барин. На что я обращаю ваше внимание? Вообще редко на такие вещи обращаю внимание. Моя цель, чтобы вы как можно быстрее решили, но правильно будет про это сказать. Раз мы работаем с вами с логарифмической функцией, то у нее, в отличие, например, от многочлена или от той же самой показательной функции, там, е в какой-то степени, у нее есть область определения. То есть логарифм, он существует не всегда. Когда он существует? Когда его аргумент х плюс 7 строго больше нуля. Вы можете это нигде никак не отражать и не записывать, но для себя вы должны обязательно понимать, что числа меньшее минус семерки вы вообще использовать здесь не имеете никакого права. То есть у вас все числа большее минус 7 только используются, являются решениями, да, вот только при них функция определена, и вы ее исследуете. Ну так вот, значит, что у нас с вами получается? Мы нашли точку единственную, да, это точка минус 6. Я бы вообще сразу обратила внимание на то, что она на наш отрезок от минус 6 с половиной до нуля попадает, да, и, соответственно, мы можем с вами как бы предполагать, что она как раз и есть нужная нам точка максимума, в которой достигается наибольшее значение, но не будем торопиться. Я должна определить знаки на промежутках знака постоянства слева и справа от минус 6, да, от нашей единственной точки, но мне нельзя брать числа меньшее минус 7. То есть, пожалуйста, вот я могу брать только то, что большее минус 7. Либо я беру какое-то число от минус 7 до 6, да, просто вот левее минус 7 у нас вообще ничего не определенного. У нас вот как бы от минус 7 до 6, минус 6 из промежутка и от минус 6 до плюс бесконечности. Вот, если я возьму какое-то число с промежутка большего минус 6, ну, например, возьму нолик, подставлю его в нашу с вами производную, вот мы производную, где считали, подставим, будет 8 делить на 7 минус 8. Ну, 8 седьмых минус 8 явно число отрицательное, значит, там, где 0 будет минус, на этом промежутке будет плюс. Тогда по знакам нашей производной мы восстанавливаем поведение функции, говорим, что там, где производная положительная, там сама функция возрастающая, там, где производная отрицательная, функция у нас убывающая. То есть в точке минус 6 у нас с вами функция, это точка максимума, точка максимума минус 6. Соответственно, наибольшее значение, наибольшее значение на отрезке от минус 6 с половиной до нуля как раз-таки будет достигаться в точке максимума. Это, значит, значение в точке минус 6. И я подставляю эту самую минус 6 в нашу с вами первоначальную функцию. У меня это, к сожалению, с первого раза не получилось. Сейчас я попробую ее все-таки сюда утащить. Вот она, первоначальная функция. Я в нее подставляю минус 6. Будет у меня 8 натуральных логарифмов от минус 6 плюс 7, минус 8 на минус 6 и плюс 3. Внимательно и аккуратно считаем. Логарифм натуральный получается от единицы. Он умножается на 8 плюс 48 и плюс 3. Очень важно помнить, что логарифм по абсолютно любому основанию от числа 1 всегда у нас с вами равен нулю. Натуральный логарифм не исключение. Это логарифм по основанию е от числа 1. Если по любому основанию логарифм от единицы равен нулю, по основанию е тоже равен нулю. То есть это ноль у нас. И, соответственно, получается 50-й. Ну, вот это правило, это на самом деле неправильно. Неправило, оно следует из естественных соображений. Мы можем найти, чему он равен. Но как я это показала, так и показала. То есть вы можете пользоваться им как вам удобно. То есть вот логарифм по абсолютно любому основанию от числа 1 всегда равняется нулю. И в итоге мы получаем результат 51. Вот, пожалуйста, еще один пример уже исследования с помощью нашего алгоритма функции логарифмической. Функция логарифмической. Ну и, наконец, в завершении этого занятия я вам покажу, как можно работать, как можно искать наибольшее или наименьшее значение функции, если эта функция не имеет экстремумов. Она не имеет точек перегиба максимумов или минимумов. Давайте я для этого создам новую страницу, чтобы у нас с вами было место. Возьмем вот такую функцию 15х минус 3 синуса плюс 5. И на отрезке от минус пи пополам до нуля мы ее с вами сейчас поисследуем. Давайте начнем с нахождения ее производной. Напоминаю, производная от синуса, на всякий случай, вдруг кто не помнит, это просто косинус х, а производная от косинуса – это минус синус х. Ну, у нас только синус, поэтому производной синус я сейчас и буду пользоваться. Итак, от 15х производная 15, дальше идет минус 3 косинуса х, а 5 производная 0. Производную мы нашли. Второй этап. Приравниваем нашу производную к нулю. 15 минус 3 косинуса х приравниваем к нулю. Ну, отсюда 15 равняется 3 косинусам х. Ну, и значит, косинус х – это 5. Что мы знаем про тригонометрическое уравнение? Косинус х равен 5. Если вы решаете тригонометрическое уравнение с помощью круга, вы понимаете, что на оси, соответствующей косинусам, то есть на оси х, вы должны найти точку 5. Но круг у нас с вами единичный, то есть единица где-то здесь, а пятерка там очень далеко от единицы. Я не могу нарисовать нужный масштаб, но понятно, что она гораздо правее, чем единица. И если вы через точку 5 будете проводить прямую, то понятно, что эта прямая с тригонометрическим кругом не пересечется. То есть уравнение косинус х равно какому-то числу, если число больше единицы или меньше минус единицы, просто не имеет решения. А если оно не имеет решений, значит, наша производная не имеет нулей, она никогда не равняется нулю, она всегда принимает какое-то фиксированное значение или положительное, или отрицательное. А значит, наша функция, она не имеет перегибов, она всегда себя постоянно ведет, либо возрастает, либо убывает, но всегда одинаково. Наша с вами цель сейчас понять как. То есть вот у нас есть оси х, но я не могу на нее нанести ни одной точки. У меня ни одной точечки нет. Что я могу сейчас сделать? Я могу попробовать понять знак производства. Ведь вот наш с вами косинус, наш с вами косинус, он величина-то очень ограниченная, он может принимать значение только от минус 1 до 1. Можно на это как бы сделать акцент и сказать, что если из 15 мы вычитаем с вами тройку, максимум мы можем тройку вычесть или минус тройку, мы всегда будем получать только положительное значение. Если так трудно, то вы на самом деле можете в любой точке просто посмотреть знак. Раз у нас производная, нигде нету точек перегиба, нигде функция не меняет своего поведения, то в любой точке высочетается значение, и во всех остальных оно будет такое же. Ну вот, например, я возьму точку 0 и сосчитаю. У меня будет 15 минус 3 на косинус 0. Косинус 0 – это единица, значит, 15 минус 3 будет 12. Явно это положительное значение. То есть раз в точке 0 положительное значение, то вообще везде и всегда функция у вас является возрастающей, или еще ее называют монотонно возрастающей. То есть функция всегда возрастает. Мы говорим с вами про отрезок от минус пи на 2 до 0. И на этом промежутке у нас функция возрастающая. Соответственно, раз она у нас с вами здесь возрастает, то в начале этого отрезка, вот мы как по ступенечкам идем, мы начали подниматься с первого этажа, поднимаемся на второй. Здесь мы были в самом низу, здесь было наименьшее значение, а наибольшее будет у нас в точке 0. Значит, наибольшее значение, понятно, достигается в нуле. Нужно сосчитать у от нуля. Это и будет для нас с вами наибольший результат. То есть несмотря на то, что у нас нету точки минимума или точки максимума, все-таки мы наибольшее значение с вами найти можем. На отрезке наибольшее и наименьшее значение будет существовать практически для любой функции, с которой мы с вами сталкиваемся в рамках 12-го задания из профильного гиги по математике. Конечно, бывают более сложные случаи, но об этом вы уже будете говорить на первом-втором курсе, когда будете с функциями более подробно и серьезно заниматься уже в университете. Так вот у нас у от нуля – это 15 умноженное на 0 минус 3 на синус нуля, в исходную обязательно функцию подставляю, плюс 5. 15 на 0 – это 0, синус нуля – это тоже 0, поэтому остается просто число 5, которое вы здесь можете прекрасно записать в ответ. Ну вот. То есть на основные моменты, на основные ситуации и такие наиболее популярные типы заданий, с которыми вы можете в этом номере встретиться, я постаралась обратить внимание. Естественно, в рамках одного урока я не смогу уложить все задания, которые встречаются в профиле, но, тем не менее, если общий алгоритм вам понятен, вы всегда можете взять и потренироваться. Надеюсь, что это видео было вам полезно. Желаю вам удачи, отличной подготовки к ЕД и до встречи в других занятиях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!